Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. До 19242 рублей вырастет минимальный размер оплаты труда в Кировской области со следующего года. Рост составит 3000 рублей, это 18,5%. Об этом сообщила министр экономического развития Кировской области Наталья Кряжева. По ее словам, в следующем году средняя зарплата в регионе составит 51 тысячу рублей и относительно этого года увеличится почти на 8%. Это, согласно прогнозу, должно привести к положительной динамике розничного товара оборота, а также к росту в сфере промышленного производства. Он наблюдается и в этом году и должен по итогам 2023 составить 10% по сравнению с прошлым годом. На долю этой отрасли приходится треть всего валового регионального продукта и почти 40% налоговых доходов в бюджет области. Средняя зарплата работников производственной отрасли – 53 тысячи рублей. «Экономика» В Кирове запретили размещать вывески на козырьках и балконах. Кроме того, теперь вывесками нельзя будет перекрывать проемы и архитектурные детали. Убрать их придется из глухих торцов зданий. Нельзя будет размещать вывески близко к мемориальным доскам, а также одну над другой. Штендеры теперь тоже под запретом. Новые правила размещения вывесок на домах утвердили депутаты гордомы. Весь город поделили на две зоны – зона строгого информконтроля и зона общего информационного контроля. В зависимости от того, в какой зоне находится здание, предусмотрен тип вывесок и технические требования к ним. Например, габариты вывесок. В зоне строгого контроля ширина их не может быть более 60 сантиметров. В зоне общего допускается до 80. Отмечу, предпринимателям, работающим в зоне строгого информконтроля, нужно будет привести вывески в порядок до 1 января следующего года, а для зоны общего контроля – до 1 января 2025-го. В Кировской области ищут подрядчика для организации штрафстоянок. Минтранс объявил аукцион на поиск компании, которая будет заниматься перемещением и хранением арестованных машин в муниципальных образованиях региона. Участвовать в конкурсе могут организации, которые владеют на любом законном основании специализированной стоянкой, вмещающей не менее 8 транспортных средств, пишет портал «Источник онлайн». Там должно быть освещение, здания, охраны, контейнеры для отходов, нумерация машиномест и ограждение по периметру стоянки. Заявки на участие принимают до 6 ноября. Пройдет аукцион с 26 по 28 декабря. С подробностями по сбору и составу комплекта документов можно ознакомиться на сайте Минтранса региона. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова